итак и я добавила немножечко вот здесь такую стрелку лайнером серебристым немного вот так вот снизу блесток и немножечко увеличила подвижная века тени на подвижном веке розовые сейчас я взяла вот наклонные ресницы и хочу вот примеряю примерно сколько мне нужно отрезать чтобы сделать верхние века и буду клеить вот такой вот клей момент супер все нужно делать довольно аккуратно и в то же время стра клей сохнет быстро теперь нужно второе точно так же отрезать такой же длины сейчас вот это вот отрезать короткие примерно на один глазики на второй все вы мои тени подсохли и стрелочки так беру супер клей запоминаем что короткие ресницы это ближе к внутреннюю к внутреннему лаку лоза более длинные к внешнему вот так наношу клей ой 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 на руку ничего и ой так вот прикладываю так вот немного с выгибом стараясь чтобы они прилипли под определенным углом естественным получается какая-то у нас тка церковь с наращенными ресницами и второе нужно проделать все то же самое у вот ну но и это у и и и Ну ничего, мы все равно будем скрывать глазик лаком. Поэтому клей, который там немного есть, будет не видно. Так, нужно сделать попытку номер два. Так, нужно сделать попытку номер два. Мне нравится, что-то не садится до ресницы и все. И за счет того, что изгиб получается... Есть, а сама ресница очень жесткая, за как она предназначена для человеческого глаза, где ей скип более мягче. Сама ресница не хочет так ложиться, как мне нужно. И поэтому в тот момент, когда ее загибает, так как надо, она начинает прыгивать назад. Вот, получается. Ну, надеюсь... Сейчас мы сядем так, как я хочу. Вот так. Надо в торец ее приклеить, да еще и под углом естественным. Тут все сложно. Получится не просто ее плоско, а вот как настоящие ресницы. Приклеить. Да еще и суперклей, который быстро схватывается, чтобы нигде не наляпать на личико. И на сами реснички нигде никакую не повредить, иначе будет некрасиво. Вот так. Такая прям ювелирная работа. Знаете, я думала, нарисовать сложно. Мне кажется, прилепить еще сложнее. Вот так. Вот если еще вдруг у вас где-то не достает клея, можно взять на иголочку чуть-чуть клея. Вот так вот подмазать. Чтобы все хорошо схватилось. Ну вот. Я думаю, вот такая вот барышня получилась. С огромными ресницами. Я объясню, почему я добавила на подвижное веко еще теней, за счет того, что ресницы очень массивные и яркие. Если бы совсем чуть-чуть было, бы не выделилось и не видно было за ресницами. А так вот довольно таки хорошо просматривается. Видно. Я могу даже достать сейчас волосы. и примерно приложить и посмотреть, как будет смотреться кукол. Вот так вот. Как вам нравится или нет? Мне? В принципе, да. Еще нужно продумать наряд, обыграть красиво. Только будет красивенько. Все схватились, наши ресницы держатся. Хорошо. Вот так. Подписывайтесь на мой канал. Буду радовать вас снимать новые видео. Я могу по этой куколке вести дальше видеосъемку. Снимать, как я буду делать ей наряд. Или как соберу туловище, как прикреплю голову к туловищу. Кому интересно, голова, видите, будет подвижной на туловище. Все. Всем пока. Спасибо за внимание.